Заработать или согреть – дилемма, которая никогда не стояла перед ТГК-14. Монополист получает колоссальную прибыль за снабжение теплом двух регионов. Это официально подтверждает годовой отчет акционеров. Давайте разбираться, на что идут деньги, собранные с населения Бурятии и Забайкальского края. Выручка тепловиков за 2017 год – почти 12,5 миллиардов рублей, что на 200 миллионов выше, чем в 2016 году. Положительная динамика связана с ростом цен и тарифов. Чистая прибыль с учетом всех расходов, вычета себестоимости продукции и уплаты налогов – почти 290 миллионов рублей. Часть этой прибыли – компенсация межтарифной разницы – более 330 миллионов. Эту компенсацию тепловики ежегодно тянут из региональных властей. Нетрудно посчитать, что без этого взноса прибыль предприятия, скорее всего, уйдет в минус. Если смотреть еще пристальнее, то заметим, что компания может себе позволить некие прочие расходы в размере больше миллиарда рублей. Эта строка бюджета стыдливо не расшифровывается. ТГК-14 управляется сразу четырьмя органами. Это Совет акционеров, Собрание директоров, Правление и Генеральный директор. У общества три крупных акционера. И еще около 20% акций размазано по более мелким структурам. Состав правления – это Гендиректор Лизунов и пять его замов. На их зарплату уходят в общем 43 миллиона 277 тысяч 878 рублей и 33 копейки. То есть средний заработок каждого из руководителей более 7 миллионов в год или 600 тысяч в месяц. Да плюс по 417 тысяч рублей премиальных на брата. Опять же, среднеарифметически. И пока каждый из топ-менеджеров компании зарабатывает около 30 тысяч рублей в день, столько же, но в месяц получают в среднем сотрудники бурятского филиала, сокрушаются авторы отчета. Причем в целом за год из компании было уволено почти 600 человек. Риски, связанные с персоналом – пункт в отчете, на который обращают особое внимание. На протяжении двух лет снижается численность работников в возрасте до 30 лет, которые имеют профильное образование. Бурятию эта проблема затронула в большей степени. Есть и другие риски, которые отмечают как ключевые, например, политические. Существенные риски для ТГК-14 связаны с государственным регулированием тарифов, которое допускает утверждение тарифов, не учитывающих затраты. Для уменьшения риска специалисты нашей компании активно взаимодействуют с ФАС России и РСТ регионов присутствия. Таким образом компания фактически признается, что открыто лоббирует установление тарифа, который ей больше нравится. Ну как, ничего не налаживают путем, а платят вирус. Тарифы большие у нас, мы вообще не знаем, как платить дальше. Ну вы знаете, когда не спроси, за что мы платим, всегда скажем много. Всегда, в любом случае. Ну что, тарифы не обоснованы, но куда денешься, платить надо. Другой риск компании, так называемый региональный. Акционеры недовольны тем, что бюджеты двух регионов – Забайкальского края и Бурятии – дотационные. Да еще и пенсионеров развели тут. Риск находит проявление в большой доле потребителей пенсионного возраста и общем снижении покупательной способности населения. И еще один риск – правовой. Тут вновь цитата. Правовые риски связаны с неэффективной работой правоохранительных органов, влиянием на них государственных и местных органов власти. Риски могут выражаться в принятии незаконных постановлений, нарушении сроков рассмотрения дел и неисполнении судебных актов. Скромно умалчивают при этом, что сама компания любит обсчитать горожан, в чем ее не раз уличали. В 2017 году жителей Улан-Удэ обманули более чем на 12 миллионов. Эти деньги ушли в карман тепловиков. Если быть точнее, в бюджет монополиста ТГК-14. Теплогенерирующая компания получила предписание по 71 дому. Мы уже проверили 76 многоквартирных домов по городу, так как у нас и заявительный характер, ну и перерасчет делается именно тем, кто обращается только по заявлению. Я не могу на сегодняшний день сказать точную сумму до начисления именно тех жителей, которые не обратились в контрольно-надзорные органы. В отношении территориальной генерирующей компании номер 14 дважды устанавливались факты несоответствия качества горячей воды в поселке Аэропорт города Улан-Удэ с санитарным требнием по санитарно-химическим показателям. За выявленное нарушение юридическое лицо привлечено дважды к административной ответственности в виде штрафа. К слову, штрафы для монополистов, что слону дробина. Ведь только за 2017 год в Бурятии трижды повышался тариф. И еще один раз в июле 2018-го. Сейчас мы платим 1983,50 рубля за гигакалорию. К слову, в Чите тариф почти в полтора раза ниже – 1232 рубля. А недавно общественная палата Бурятии нашла еще одну схему обсчета потребителей. По нашим предварительным подчетам, там обсчет идет где-то до полумиллиарда. То здесь в прокуратуре Республики Бурятия нужно обязательно вмешаться. Их позиция такова, что они считают, что они правильно делают, потому что там, вопреки здравому смыслу, берут начисления своей потери, то есть, как говорят, обогрев через полотенцесушитель даже летом. Итак, в сухом остатке. ТГК-14, к сожалению, монополист на тепловом рынке Бурятии набил оскомину многим жителям Республики. На одной чаше весов клиента ориентированность, ответственность и надежность – так написано в ценностях компании. На другой – обсчеты, частые аварии и многомиллионные выплаты топ-менеджменту на фоне мизерных зарплат сотрудников. И тариф, который, по словам многих экспертов, завышен в несколько раз. Нам с этим жить и платить. Александр Иванчиков, Александр Моисеев, Анатолий Пляскин, АТВ.